Друзья, всем привет! Стартап-шоу Challenge Tour – это отборочный тур основного стартап-шоу. Для тех, кто не знает, стартап-шоу проходит 6 раз в год в Москве и 2 раза в год в Дубае. На стартап-шоу выступают только те проекты, которые смогли пройти стартап-шоу Challenge Tour, а инвесторы бьются рублем за право в них инвестировать. Теперь в каждом эфире у нас будет народное голосование. Именно подписчики нашего канала в течение всей недели будут голосовать за стартапы и тем самым определять их дальнейшую судьбу, попадут ли эти стартапы на большую сцену стартап-шоу или нет. А также у инвесторов появляется уникальная возможность своим голосом добавить очков наиболее интересному стартапу и тем самым пригласить участника отборочного тура на большую сцену стартап-шоу. Мы разыграем здесь в ютюбе по 5000 рублей и по 5000 рублей в нашем инстаграме. Все, что от вас нужно будет, это поставить оценку каждому стартапу из этого эфира, подписаться на наш канал, поставить лайк и оставить любой комментарий, желательно профессиональный. Ну и в инстаграме подписаться и оставить комментарий под выложенным фото с этого эфира. Деньги можно будет потратить на индивидуальный пошив рубашки бизнес-стиля у нашего друга и партнера по стилю Василия Мунтяна. Все это мы рандомно разыграем в нашем инстаграме в режиме лайв, а пока у вас есть целая неделя, чтобы все это выиграть. Так что голосуйте, пишите свои комментарии, подписывайтесь и жмите на колокольчик. За прошлый год мы просмотрели много интересных стартапов, лучшие получили свои инвестиции и в этом году мы покажем вам, что стало с этими проектами. В общем, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем, погнали! Сегодня мы рассмотрим три проекта. Первый проект это проект НПК Биоран, презентует его Садгян Армен. Второй проект Альфабрик, запатентованное постельное белье, удобное в застилании. Презентует проект Альфия Шарипова. И третий проект презентует Александр Немов, проект Робот-Ипотека. Вот такие сегодня у нас будут в эфире проекты. И рассмотрим эти проекты. Сегодня у нас в эфире в гостях Александр Румянцев, венчурный инвестор. Александр, добрый день! Здравствуйте! Рады вас слышать, спасибо, что сегодня решили выйти по скайпу, посмотреть наши проекты. Александр, ну расскажите коротко про вас. Давайте начнем, может быть, с 2018 года. Как вы его завершили и как начали 2019 год? Какие задачи у вас на ближайший год? Ну, завершение 2018 года меня порадовало стартап-шоу, на которое вы меня приглашали, где были собраны отличные стартапы, инвесторы. Была очень хорошая атмосфера. После этого я уехал отдыхать. Отдохнувший, бодрый, приехал отсмотреть новые стартапы, которые вы сегодня мне предложите. Про себя вкратце. Меня зовут Александр Румянцев, я венчурный инвестор, инвестирую в технологичные IT-стартапы. На сегодняшний день в моем портфеле более 50 IT-стартапов, чек инвестиционный до 3 миллионов рублей, первый транш. Вот, как-то так. Супер, спасибо, Александр. Но мы тогда не будем терять времени, начнем с презентации, выступления проектов. Первый проект Садгян Армен, проект НПК Биоран, выходит к нам на связь. Мечтаете об идеальной сидящей рубашке, но стандартный крой не подходит? Наша уникальная технология «Умная мерка» – лучшее решение. Создайте свою рубашку всего в три клика. Раз. Заходим на сайт рубашканазаказ.ру. Два. Выбираем понравившуюся модель рубашки. Три. Вводим всего три свои мерки, и система автоматически выдает оставшиеся параметры. Вашу готовую рубашку курьер бесплатно доставит лично в руки. Рубашканазаказ.ру. Подчеркнем вашу индивидуальность на раз, два, три. Армен, добрый день. Рады вас видеть, слышать. Со звуком все отлично. Армен, у вас три с половиной минуты. Можете приступать к презентации вашего проекта. Да, спасибо. Проект строительства завода полного цикла инсулиного, который решит проблему полностью заместения в России. На следующий день есть только один производитель полного цикла в России – Герал Пио, который производит реально пять процентов инсулина, а остальное полностью тотальное доминирование большой тройки иностранных производителей, который приводит субстанцию, здесь разбавляет и держит весь рынок России. Нужен второй комплекс полного цикла. У нас работа была проведена сначала на базе академической республики, которая 8 лет вставляла продукцию в Москве, маленьких количествах. Мы технологию получили, ее усовершенствовали в Германии, потратили большие деньги. После этого создали лабораторию, разработали инсулин, свои все три его аналога дорогостоящих, запатентовали, они все запатентованы, и мы готовы к старству проекта. Поэтому нужен соинвестор. На сумму, то, что мы писали, около 30 миллионов долларов. Будет дополнительное финансирование банковское в районе еще 150 миллионов. Собственно, средства потрачены около 15 миллионов евро. В трех контрактах забито, расписано, получены результаты соответствующие. Ну, собственно. Про вашу команду. Расскажите про вашу стратегию на ближайший год. Какие задачи у вас? Как вы планируете внедрять данный продукт на нашем российском рынке? Можно более подробно услышать? Да. Есть технологии, кто работал на таком же предприятии. Есть научные сотрудники, которые разрабатывали, значит, и технологии, и самые продукты. На сегодняшний день проект пока стоит без толчка инвестора. После этого мы будем заключать специальный контракт, если у нас будет инвестор, значит, с государственной поддержкой. И тогда только можно стартовать. Но для старта все готово. А ваша команда? Сколько человек у вас в команде? Мы вас тоже не слышали. У нас сейчас 8 человек, но при необходимости есть полный коллектив, который готов работать. Так, а первые деньги, которые вы непосредственно привлекаете от инвестора, да? Инвесторы вы рассматриваете какие? Там частные инвесторы, господдержку. И куда конкретно вы планируете первый транш, так сказать, первые деньги запустить? На какие опции вам необходимо? Да, значит, согласно бизнес-плану, уже давно составленному, и после переговоров с коммерцбанком немецким, первые деньги пойдут на базовое проектирование. Но эти деньги инвестора необходимо показать собственные средства для остального финансирования. Потом строительство еще два года. Проект очень интересный с инвестиционной точки зрения. Но это немножко не мой профиль, так как я являюсь инвестором, который технологичный IT-проект инвестирует. Но что я могу сказать? У меня есть товарищи из фонда Комофлоу, которые как раз таки инвестируют в медицинские стартапы. Они вот недавно создали фонд, если я не ошибаюсь, российской венчурной компанией, и ищут как раз вот такие технологичные проекты, как ваш, медицинские, связанные с медициной, с производством и так далее. Поэтому я советую вам им напрямую написать, и я думаю, что, возможно, у вас получится с ними найти какие-то общие точки соприкосновения. А вообще я желаю, конечно, успехов, развитие вашего проекта очень ценная вещь. Тем более, вы говорите, в России только всего лишь один производитель. Надо, конечно, увеличивать, чтобы был какой-то рынок, чтобы была какая-то конкуренция и улучшалось качество благодаря этому. Поэтому большое вам спасибо за презентацию. Контакты Комофлоу я вам отправлю в общий чат. Хорошо, спасибо. Спасибо, Александр. Спасибо огромное, Армен, за ваше выступление. Мы обязательно с вами свяжемся после эфира и свяжем Александра и вас. Обменяйтесь контактами. Вот и будем на связи. Спасибо большое. Сейчас мы звоним Александру Немову. Проект «Робот-ипотека». Здравствуйте. Александр, добрый день. Добрый день. Ну, а у вас есть уникальный шанс представить проект сегодня. Вот три с половиной минуты. Можете открывать демонстрацию экрана и начинать? Да, я готов. Проект «Робот-ипотека. Федеральный ресурс». Мультиплатформенный сервис. Жукова Ольга Владиславовна, руководитель проекта и основатель платформы. Я менеджер проекта. Целевая аудитория, социально значимая категория граждан, человеческий капитал государства. Это молодые люди с высшим образованием, молодые семьи, молодые специалисты, молодые ученые, спортсмены, люди творческих профессий. Ипотека для молодых, программа лояльности. Решение проблемы этих людей заключается в том, что у них в большей части нет квартиры. А это напрягает и не позволяет им развиваться в профессии. Поэтому наш сервис упрощает все процедуры, какие существуют, и работает автономно, как мы называем, на диване. То есть с любого гаджета, без посещения банка, при этом скоринговая программа по 14 показателям отвечает тем требованиям, который предъявляет центральный банк. Кроме этого, у нас уже предусмотрена отсрочка на 90 дней, а значит проблемы не будет. Ну, 90 дней человек может работать спокойно. Я дальше покажу ряд схем. Это я вам уже показал, что ипотека без коллекторов, так как мы через пять каналов коммуникации построили такую систему, при которой спрос превышает предложение. А значит, та квартира, которая просроченная, но находится в собственности клиента, она поступает второго раза в базу квартир и подается с 15-процентной скидкой. Все это оговаривается предварительно, договорами, и законодательная база Российской Федерации это позволяет. Объем рынка. Надо понимать, что мы не продаем квартиру и не выдаем займы. Обеспечим цифровые коммуникации покупатель, продавец, инвестор государства. Мы ставим равные условия на одной платформе клиента, застройщика и инвестора, создавая условия законной и безопасной сделки в онлайн под гарантией государства. Ну, проводился анализ конкурентов, в первую очередь Домклик, Тинькофф и риелторские программы. Ну, в первую очередь можно сказать, что Домклик это информационная программа. Тинькофф прошел 50% пути и остановился все равно на индивидуальном общении. Вот риелторские и брокерские компании практически, согласовав квартиру, запрашивают банк или банки. В нашем случае это совершенно не похожая программа, она полностью автоматизированная, в нее нельзя пойти никому после того, как она будет включена, как сервис будет работать. Вот, она решает все вопросы, все вопросы в автоматическом режиме. От момента, когда клиент видит все квартиры в Москве и Московской области, как пилотный проект застройщиков, с программами застройщиков проходит коммуникация через API. Поэтому любые изменения продажи будут видно на экране. До оплаты со счета инвестора. Я на этом остановлюсь подробнее. Собственно, предложение инвестору заключается в том, что, чтобы он разместил свои средства на счете промсвязь банки, государственном банке, и подписал договор на управление счетом под контролем или под гарантию банка. То есть, я не имею доступа к этому счету. К этому счету имеет доступ только банк. А он работает по платежке, которая формирует сервис после всех проверок выбора квартиры, подписания электронной цифровой подписи, регистрации. В последующем проходят регистрации в Росреестр, электронные регистрации, электронные заплатные. А в последующем графики платежей, которые хранятся на нашей базе, будут обслуживать с этим банком. Но, собственно, инвестору минимальная сумма, которую хотелось бы, чтобы инвестор посотрудничал таким образом. Да, забыл. 5% получает инвестор, а мы получаем от него за услуги 2 примерно 2-3%, как договоримся. А он получает все деньги через месяц назад от АИЖК, куда мы сдаем. Он не мы, а сервис сдает электронные закладные. То есть, от 5% он уменьшает до 3-2%. Вектор роста доходов инвесторов зависит от вложений. Монетизация и масштабирование продуманных контактов на экране. И ваша команда у нас состоит из двух человек, правильно я понимаю? Нет, конечно. Раньше был здесь файл, в котором перечислены, значит, руководители основателей платформы, кандидаты экономических наук, зав. кафедры экономики Жукова. Я, как менеджер проекта, руководитель команды программистов, генеральный директор компании и главный бухгалтер, который непосредственно на базе которой внедряется, это компания Либру. То есть, всего получается 6 человек. Спасибо. Александр, возвращайтесь к нам, включайте демонстрацию экрана. И вопрос от Александра. Да. Скажите, пожалуйста, более подробно, на какой стадии в данный момент находится сейчас ваш проект? Ну, мы прототип уже сделали, сделали еще осенью. Вот. Сейчас мы выходим на пилот, практически сейчас совершенствуется сервис, ну, по разным направлениям. Ну, например, ранее мы договаривались с промсвязьбанком, что это он будет обслуживать графики платежей по программе. Оказалось, что для промсвязьбанка это затруднительно, и он больше использует... Александр, а можно вас попросить отключить демонстрацию экрана, чтобы мы не видели вашу презентацию, а видели вас? То есть промсвязьбанк для него казалось затруднительно обслуживать такое количество графиков, потому что в год это будет тысячи и больше. Вот. Поэтому мы на своей базе, создав новую базу, придумали таким образом, что сервис самостоятельно в нужное время будет посылать платежки с сайта, и банк будет обслуживать. То есть оказалось, это проще и без проблем. Вот. Еще раз хотел остановиться на том, что инвестору в данном случае, мы не используем деньги инвестору, что инвестор, используя эту платформу, самостоятельно зарабатывает деньги. 5% через месяц Дом.РФ возвращает ему через сервис эти деньги на счет, и плюс 5% комиссионных. Мы живем за счет процентов, которые заплатят инвестор каждый месяц с этих комиссионных. Это 2-3%. Ну, второй способ заработать деньги – это те комиссионные, которые платят нам застройщики. Потому что они интегрированы в сервис. Сервис может начать работать примерно в середине марта, может быть, к концу марта. Потому что мы работу не остановим. В принципе, деньги, которые тратились, мы не занимали. Это все деньги основателя подхода. – Спасибо. Александр, есть ли какие-то комментарии, вопросы? – Да, конечно. Я хотел сказать, что проект интересный, но пока что слишком ранняя стадия. Вы пока делаете портотип и так далее. Давайте мы тогда в марте еще раз переговорим. Вы мне на почту напишите, когда у вас уже будет портотип, когда можно что-то посмотреть. Потому что сейчас пока планирование идет и разработка, очень рано что-либо делить и обсуждать. В связи с этим в марте с удовольствием еще раз повторно посмотрю ваш проект. – Я хочу прокомментировать то, что сказано, что прототип мы закончили. MVP, в общем, стадия пилот. У нас практически мы могли бы выйти на нее хоть завтра. Но нужно было бы изменить кое-какие серьезные моменты. Потому что мы когда осенью мы уже попробовали полностью, были согласования. Мы не могли, мы ждали, потому что только в сентябре Росреестр стал выдавать соглашение по подключению к веб-подключению. Мы все эти документы уже собрали, в частности в декабре уже. Длинно шло согласование с Национальным удостоверяющим центром, потому что электронные подписи находятся под контролем ФСБ. И когда сейчас мы все собрали вместе, нам нужно просто прогнать пилотно уже одну-две квартиры. Хотелось сказать, что в основе лежит база квартир, которая формируется за счет застройщиков. Вот. Но мы уже имеем несколько оптовых продавцов, которые полномочных представителей застройщиков, которые имеют выход на базу. Это облегчило, собственно, подключение, интеграция. Вот. Поэтому, ну, собственно... Спасибо. Спасибо, Александр. Мы тогда с вами вернемся после эфира, обсудим по поводу вашего проекта. То есть, как озвучил Александр, когда будет у вас готов прототип, готовы рассмотреть. Пишите прямо на почту Александру Румянцу. Мы вам направим его электронный адрес. Вот. И будьте на связи. Вам спасибо большое за интересный питч. Так. Ну, а нас сейчас на связи третий, последний проект, который должен выйти. Это Альфия. Все хорошо, видно? Да. Альфия, да. Можете приступать. У вас три с половиной минуты. Мы вас внимательно слушаем. Ну, собственно, да. Меня зовут Альфия Шерифова. Я представляю папанию Альфа Брик. Мы занимаемся производством постельного белья с запатентованными рекалами, которые действительно удобны в застилании. На наш взгляд, в чем заключается, собственно, проблема рынка? Мы действительно сделали опросы. И по нашему опросу очень многие люди, почти 100%, что они любят застиловать постельное белье. Это изнуряет. Сейчас мы проводим предварительную работу с гостиничными комплексами. И знаем, что горничные жалуются. И это действительно изнурительный процесс застилания. Поэтому, на наш взгляд, давно на рынке должно появиться постельное белье, которое действительно удобно. Внешний вид постельного белья сейчас рынок переносыщен этим продуктом. И очень много времени действительно человек проводит на постельном белье, но не уделяет никакого внимания именно качеству и внешнему виду изделий. Много людей, которые действительно физически ограничены. Я говорю сейчас об инвалидах. У нас был клиент, у него была ампутирована рука, и он не мог физически застилать постельное белье. И, в принципе, это и натолкнуло нас на мысль создать такое постельное белье, чтобы его можно было застилать и людям с ограниченными возможностями, и детям, и пожилым людям. Собственно, вот наше решение, которое мы предлагаем. Наши лекала запатентованы в России, и сейчас мы планируем получить патент в Америке. Завтра как раз-таки будет подана заявка. Наши изделия действительно решают проблему с застиланием, сохраняя при этом премиальное качество продукта. Среднюю стоимость мы сохранили среднерыночную, дабы расширить охват покупателей. Но также хочу сказать, что, да, действительно, в Европе есть определенная тенденция моды на домашний текстиль, чего нет в России. К сожалению, люди годами, десятилетиями используют постельное белье, которое, может быть, родители, бабушки подарили, и никак не планируют менять. Хотя нужно менять с такой же периодичностью, как собственные смартфоны. И раз в один-два года. Это наш цех, он находится в центре города. Вот, собственно, наше изделие. Так он выглядит, то по верхней части вшита полупраметровая потайная молния. Пока что в мире производится только белого цвета потайные молнии. Видимо, они вообще, у них узкая направленность. В России вообще не купить эту фурнитуру. По верхнему клапану расположены магнитные кнопки. То есть, получается, что он раскрытый пододеяльник, просто сверху лезет одеяло, заправляется в углы и застегивается. Все. Нет больше никаких лишних действий. Рынок именно постельного белья действительно оценивается в 1 миллиард долларов. Рынок перенасыщен, потому что расход ткани минимальный, действительно нет сезонности у этого продукта. Ну, я думаю, в плане изготовителя то есть, нет никаких издержек, собственно, такого рода. Мы сейчас работаем действительно как ателье, работаем всего 3 месяца и принимаем заказы через соцсети. Но наше искреннее желание, чтобы наш продукт был в каждом доме и в каждом доме люди могли не затрачивать время на такую бытовую просто задачу, как застелание. Мы засекали, собственно, за 2 минуты можно легко застелить наш комплект. Ну, собственно, да, как я уже говорила, бизнес-модель у нас очень простая. Все вложенные средства были затрачены на покупку промышленного оборудования, материалов и так далее. Поэтому сейчас мы просто работаем с блогерами в соцсетях и это действительно приносит результат, очень большой поток запросов, вопросов, что и как, что за постельное мелье. То есть мы действительно видим отклик и положительные отзывы практически все пишут наши клиенты. Я считаю конкурентами в принципе все премиально известные бренды, которые производят постельное белье. Основной конкурент на сегодняшний день до home story, у них схожая политика, так скажем, очень похожи сами изделия на наши. Масс-маркет, икей, естественно, все покупают в икее постельное белье, сквозные неудобные пододеяльники, они вот у нас в нашем городе, да, действительно очень популярные и агрессивно рекламируются по телевидению. Наши конкурентные преимущества так как мы молодой бренд и не хотим завершать стоимость, хотим сохранить среднерыночную стоимость, стоимость, ну, допустим, киевских тех же комплектов. Нам хочется, чтобы все-таки действительно каждый мог купить хотя бы раз в год удобное, красивое, качественное премиального качества постельное белье. Сильнее конкурентов тем, что мы, наверное, да, одни такие, только наши комплекты можно легко застилать. Мы имеем сейчас российский патент с перспективой получить еще в нескольких странах. Но есть дедлайн, конечно, до 9 февраля, потому что патент мы получили в августе, в течение полугода нужно успеть. Я думаю, что рано или поздно мы дойдем к цели. Но сейчас, конечно же, финансирование бы ускорило намного этот процесс. Есть определенное планирование, как это все должно выглядеть. открытие ателье было 27 октября, да, оборот сейчас небольшой, у нас всего там в среднем 15, максимум 20. В декабре было так, порядка 20 клиентов. Но нам нужно масштабироваться, и цель, да, минимум 1000 клиентов в месяц за вычетом налогов и всего прочего, с чистой прибылью 3 миллиона рублей в месяц. То есть этого можно достичь при использовании каких-то платформ краудфайдинговых, например, и в меньший срок, но оптимально, думаю, 1-3 года. Наша команда маленькая, собственно я, Наталья Швея, у нас есть еще одна Швея, она работает, ну как, удаленно, и есть таргетолог, директовый, который занимается оформлением соцсетей и обработкой запросов в соцсетях. Мы хотели бы найти партнера, именно с кем можно будет сотрудничать в долгую, с кем можно будет выстроить качественный, масштабный бизнес. Если рассматривать быструю бизнес-модель, то я вижу это как производство на фабрике Китая, где будут и фурнитуры, и ткани, и упаковка, и использовать платформу Kickstarter для сбора клиентов. То есть на это все потребуется порядка, ну для старта порядка 70 тысяч долларов, включая расходы на маркетинг и материалы. все, я думаю, что я уложилась. Это мои контакты, внизу ссылка в принципе с нашей историей о нашем постельном белье. Альфия, спасибо вам большое за выступление, за ваш уникальный проект. Ну и сейчас вопрос все от Александра. Да. У вас интересная идея и вопрос следующий. Вы, я смотрю, очень капитально подошли к решению этого вопроса, начали прорабатывать, там и презентацию у вас красиво представили ваш проект. И у меня вопрос о рынок, потому что ни слова не было презентации вот этому вопросу уделено. Вы посчитали вообще рынок, насколько будут востребованы вот эти вот комплекты белья постельного? У меня вот немножко не по маркетинговому работает голова, но оценивая наши сказы, я могу сказать, что наши клиенты это люди зацеленные уже на закрытие каких-то потребностей то есть люди уже уделяют внимание красоте дома, быта, чтобы все было в доме уютно и красиво. И так как эти потребности довольно-таки высоко находятся в пирамиде Маслоу, это это определенный сегмент людей, определенные клиенты, то есть здесь вопрос не кто целевая аудитория, а вообще вопрос рынка, то есть стоит ли вот, например, там сейчас стоит ли пробовать вот эту вот гипотезу, проверять, вкладывать там 70 тысяч долларов, если вы не посчитали рынок, поэтому я вам считаю, ну, рекомендую настоятельно этот вопрос проработать, то есть насколько сейчас на рынке, да, этим занимается, как можно там эту нишу занять, если там какие-то игроки, вот я знаю, Тогос компания, вот в России тоже она очень занимается, много у нее разных постельного белья и прочее, может быть вам как-то выйти на специалистов из этой компании, с ними проконсультироваться, может быть они у вас бы взяли какой-то заказ купили, да, вот большой на эту партию белья, то есть, и уже когда у вас будут, у вас сейчас вообще какие продажи, есть продажи? продажи есть, но они единичные, то есть частным физическим лицам, сейчас мы прорабатываем гостиничные комплексы и действительно аргументируем это тем, что очень неудобно, ну, это действительно изнурительный процесс, перезастилать везде постельное белье, но, к сожалению, пока что собственникам гостиничных комплексов, ну, неинтересно, сколько времени затрачивают горничные на этот процесс, главная цена, так как у нас добавлена фурнитура, она имеет определенную стоимость. Да, что бы я мог порекомендовать? Я мог вам порекомендовать следующее, вот три шага, да, первое посчитать рынок, второй шаг посчитать юнит-экономику, то есть, понять, сходится ли экономика в каналах, вы сможете ли действительно продавать, для этого вам необходимо будет сделать там какой-то, может быть, минимальный сайт, на котором разместить вот эти вот фотографии, настроить какую-то рекламную компанию, и после того, как вы проверите вот эти вот гипотезы, и у вас действительно будут продажи, в которых сходится экономика, вы можете обращаться к инвестору для того, чтобы масштабировать свои вот эти вот идеи, там, цех и прочее. А у меня в свое время был проект, который я инвестировал, связанный с пошивом, это Little Pirate называется проект, вот, выпускники высшей школы экономики, там, кстати говоря, в акселераторе высшей школы экономики, вот, работают с подобными проектами, рассказывают там, какие каналы, пути и так далее, может быть, вам было бы интересно там попробовать, но мне сейчас, как инвестору, с инвестиционной точки зрения, не интересен этот проект, в связи с тем, что он, ну, не проработанный, то есть, пока что непонятно, будет это или не будет это, то есть, нету, я не вижу, не вижу, я вижу очень большие риски, вот, как-то так, а тем более, стоимость этих рисков, вы сами говорите, вам нужны инвестиции 70 тысяч долларов, на проверку гипотез, я, например, как инвестор не готов тратить 70 тысяч долларов. Спасибо, Александр. Дальфия. Я вижу, как другие, допустим, наши конкуренты, о которых я упоминала, как они работают, и перекрыть их, ну, на мой взгляд, было бы не сложно, то есть, их действительность, и так как мы получаем клиентов стабильно, сейчас сайт работает, просто нужно будет действительно выстроить, дать сайт именно работающий, у нас было два неудачных опыта, абсолютно не работающие сайты, и вот сейчас. В фото есть конструкция Тильда там, например, да, вот, и других конструкторов, для этого ничего не требуется, там просто почитать, как это делать, инструкции, и у вас, я думаю, что опыта хватит самостоятельно все это дело настроить и протестировать вот эти гипотезы, и когда вы уже их протестируете, вы можете обращаться к инвесторам, желательно, конечно, найти профильного инвестора, потому что это очень важно с точки зрения того, что он вам поможет не только деньгами, но еще какими-то компетенциями, поэтому вот я вам советую с магазином TOGAS поговорить на эту тему, может быть, они вам как-то помогут и вложатся в ваш проект. Спасибо, Альфия, спасибо большое, спасибо, Альфия, свяжемся с вами после эфира, спасибо, Александр, за ваши комментарии, задачи, я думаю, что Альфия услышала, обязательно воспользуется ими и доработает проект, чтобы уже полноценно выходить на встречи с инвесторами и привлекать деньги, которые необходимы для масштабирования развития ее стартапа. Мечтаете об идеальной сидящей рубашке, но стандартный крой не подходит? Наша уникальная технология «Умная мерка» – лучшее решение. Создайте свою рубашку всего в три клика. Раз. Заходим на сайт рубашканазаказ.ру. Два. Выбираем понравившуюся модель рубашки. Три. Вводим всего три свои мерки, и система автоматически выдает оставшиеся параметры. Вашу готовую рубашку курьер бесплатно доставит лично в руки. рубашканазаказ.ру. Подчеркнем вашу индивидуальность. На раз, два, три. Ну, это были три проекта. Все прошло очень быстро. Не совсем, конечно, гладко, но… Александр, ну, скажите, пожалуйста, ваши комментарии по проектам объективные или там по каждому проекту или общие, да? Что нужно делать стартапу и что не нужно делать стартапу, выходя на встречу с инвестором? Ну, надо, например, подпадать свой проект с точки зрения инвестиционной привлекательности и доработки какой-то технической базы. То есть, если мы говорим с вами там о продажах или еще что-то, вот сделайте интернет-магазины. Это вот сейчас на Тильде или там на каких-то других конструкторах. ВИКС – очень хороший конструктор. Вот у венчурного акселератора тоже есть интереснейший конструктор, по-моему, самый лучший, который сегодня есть на рынке. Сделать сайт – это пара часов времени. Я вот не понимаю, почему некоторым людям не хватает времени или, может быть, они в себя не верят. Надо в первую очередь в себя поверить, попробовать свои силы, реализовать задуманное. И когда уверенный человек рассказывает про проекты, конечно, это действует на инвестора, и покупателей совершенно с другой стороны. Поэтому, что я желаю тем проектам, которые сегодня выступали? В первую очередь, чтобы они в себя поверили, свои силы и реализовывали задуманные. Например, ипотека. Ипотека – это очень интересная тема, но ничего нет, по сути, только прототип. Надо доработать и приходить к инвестору. И вот второй проект тоже он интересный. Надо проверить гипотезы. Это я говорю про постельное белье. Ну, конечно, победитель сегодня. Я думаю, что проект, связанный с лекарствами, у них есть и патент, и план действия, и уже там они хотят завод строить. Поэтому я думаю, что первое место, конечно, отдавать надо этому проекту, потому что он более проработан с точки зрения с точки зрения идеи. Тоже достаточно интересная медицина. Хотят инсулин продавать. Вот. А другие два проекта, они немножечко их надо доработать. Александр, кстати, давайте посмотрим на голосование. Как же проголосовали наши зрители, как проголосовал Александр Румянцев. Так. Зрители. Угу. Так. Смотрим. Александр Румянцев поставил. Роботопотека 56. ЦНПК Биоран 55. И Алифабрик пока ноль. Сейчас. Сейчас. Я их вот поставлю. Так. Попал. О, отлично. 54. Угу. Супер. Спасибо огромное, Александр. за ваши оценки. Спасибо огромное, что были сегодня с нами в эфире, что оценили наши стартапы. Вот. Ну, а мы в свою очередь тогда свяжемся с вами после эфира. Получим ваши контакты. Надеюсь. Надеюсь, будут сделки. Ребят, будут свои проекты. Опять мы проинвестируем. Супер. Отлично. Спасибо, Александр. Мы с вами прощаемся. А также мы разыгрываем 5000 рублей на сертификат индивидуальный пошив сорочки, где вы можете выиграть этот сертификат. Для этого вам нужно подписаться на наш канал YouTube, оставить свои комментарии, нажать на колокольчик. Желательно, чтобы комментарии были профессиональные. Вот. Оценивайте наши стартапы. Также голосуйте. И мы ровно через неделю разыграем сертификат. У вас будет возможность пошить уникальную красивую сорочку с вашим именем. Друзья, ну это был стартап-шоу Challenge Tour. Увидимся с вами ровно через неделю. С вами была Дарья Мартыненко. Вам хороших выходных, хороших рабочих будней. И мы с вами прощаемся. До скорых встреч.